В Якутию прибыли специалисты парашютно-десантной службы Рослесхоза для борьбы с природными пожарами. Они должны помочь стабилизировать обстановку на территории республики. Напомним, что сегодня на территории Якутии действует режим ЧС регионального значения. С подробностями Евгений Тайтонов. В связи с осложнением лесопожарной обстановки 3 июля глава республики Егор Борисов ввел режим функционирования чрезвычайной ситуации в лесах оригинального характера. Принято решение о доставке на нашу территорию Федерального резерва авиалисоохраны в количестве 100 человек. При содействии МЧС России выделен борт ИМИЛ-76 для доставки личного состава и дальнейшего распределения его на наиболее угрожаемых направлениях непосредственно для работы на пожарах. С лесопожарным и таборным оборудованием из Московской области и Чувашской республики прибыли 99 специалистов парашютно-десантной службы авиалисоохраны, готовые работать в любых условиях лесных пожаров. Оборудование у нас для работы на больших и тяжелых пожарах, то есть на пожарах площадей больше 1000 гектар. То есть для остановки активной горимости в условиях высокого класса пожароопасности. Также для проведения таких мероприятий при верховых пожарах, как выполнение ОДЖГ. То есть все полностью оборудование подготовлено и готово к применению. К сожалению, вот эта практика, она у нас ежегодно. Ежегодно у нас происходят лесные пожары, и мы проводим данную работу. С учетом погоды, которая у нас сейчас стоит, мы думаю, ситуацию должны переломить, и лесные пожары должны у нас на территории уменьшиться. Завтра на вертолетах Ми-8 будет осуществлена перебазировка прибывших специалистов по трем точкам. Это Якутск, Намский и горные районы. Евгений Тайтонов, Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!